Добрый вечер, это программа Учурда в студии Алия Рашева. Много говорят сейчас о коронавирусе, однако вопросов больше, чем ответов. Сегодня стало известно о двух зараженных в Казахстане. Каковы прогнозы для нашей страны? Поговорим об этом. Заместитель министра здравоохранения Алия Исакова. Здравствуйте. Еще раз. Также в нашей второй студии эксперт по доказательной медицине Бермет Бартабасова. Добрый вечер. Здравствуйте. С нами гражданский активист Айболот Айдосов. Добрый вечер, Айболот. Всемирная организация здравоохранения буквально накануне объявила новый коронавирус в пандемии. В каких случаях объявляют пандемию, чтобы мы понимали, о каких масштабах идет речь? Да, к сожалению, это так. Действительно, значит, есть разница между эпидемией и пандемией. Эпидемия, когда это в отдельно взятой стране резкий идет рост заболеваемости, того или иного заболеваемости. Можно говорить о пандемии, если охватывают отдельную страну или населенный пункт возьмем. Если в одном населенном пункте идет резкий рост заболеваемости, то мы говорим, вот в этом 70-80% охвачена заболеваемость, значит, там эпидемия идет или в отдельной стране эпидемия идет. А когда уже охватывает целые несколько континентов, несколько, многие страны, это уже называется пандемия. То есть, и вчера объявили о том, что нужно, необходимо максимально принимать меры для того, чтобы снизить его, предотвратить дальнейшее распространение этой инфекции. Всемирная организация здравоохранения объявила об этом. Ну, пандемия тоже, чтобы мы опять-таки понимали, о чем идет речь в последний раз. ВОЗ когда объявляла пандемию, в связи с каким заболеванием? Это по поводу коронавируса, это впервые. Тогда еще в далекие, в древние времена, например, чума была, холера была. В то время даже надо сильно вспомнить о том, что в то время ВОЗ было или в то время не было. Это еще в древности. Чума охватывала целая история, доказывает, что целые континенты, есть целые страны, когда охватывала чума, там холера, вот самые опасные вот эти болезни были. Сейчас, на сегодняшний день, какое у нас в Кыргызстане оборудование для выявления коронавируса? Сегодня у нас лаборатория успешно работает, это Бишкек, национальная лаборатория и южная региона в городе ООЖ. Значит, это просто, не просто так открыть. Эти лаборатории тестирует Всемирная организация здравоохранения. И она протестировала и пришла к заключению, что она полностью компетентная и аттестована, аккредитована Всемирной организацией здравоохранения. Кстати, впервые в Средней Азии мы получили несколько лет назад аккредитацию от Всемирной организации здравоохранения. То есть они ставят задачу, например, простым языком, контрольную пробу дают, и наши специалисты работают. И они его вывозят в Атланту, в Лондон, и там смотрят, действительно, правильно решена задача. И смотрят, каково оборудование, в соответствии с международным стандартам, специалисты обученные или как же. В общем, они все сторони смотрят. И поэтому они нас аттестовали, аккредитовали Всемирной организацией здравоохранения. То есть у нас оборудование полностью отвечает всем международным стандартам. Всем международным стандартам. Хорошо. Если человек никуда не летал, но он просто для себя хочет выяснить, провериться на наличие коронавируса, потому что мы же не знаем вдруг. Мы все посещаем так или иначе, посещаем общественные места. Он хочет провериться, куда ему пойти. Вот мы разделили страны на три категории. То есть очень неблагополучные страны, например, сегодня их семь стран, потом менее благополучные – это второй категории, и третий – более-менее благополучный. Из неблагополучных приезжих всех граждан, независимо, наши граждане или иностранные граждане, мы всех проводим тестированные лабораторные. То есть мозог из носоглотки, ротоглотки мы берем. Это обязательные условия. И тем более дважды берем. То есть в начале, когда мы госпитализировали, и в конце, после 14 дней инкубационного периода, в конце тоже еще одни. Если это отрицательные результаты, мы их отправляем домой. Желающие сейчас есть, и тем более много. Они говорят, на всяком случае, проверьте. Я говорю, нет необходимости. Если они не летали за рубеж, если контакта никакого не было, нет необходимости. Просто все должно быть обоснованно. Тем более мы не такая уж богатая страна, чтобы всех подряд просто так необоснованно проводить исследования. А какие должны быть у человека обоснования? Возможно, он не общался с человеком, который буквально недавно прилетел с другой стороны. Он сам никуда не летал. Но, скажем, у него что должно быть? Какие обоснования? Какая-то высокая температура? Если, например, вот приехали, левым путем где-то заехали, по Адикартам там, ну, таких немного, где-то человек 15 мы. И мы вылавливаем дома, а уже мы считаем, что дома с домашним контакт был. Мы всех тогда приводим, приводим и изолируем всех, и у всех берем анализы, мозог из носоглотки, и ротоглотка билем анализа. Сегодня стало известно, что у нас, получается, в обсервации находится 303 человека на весь Харгастан. То есть вы изолировали 303 человека. Это вот те люди, которые, возможно, с кем-то общались, откуда-то кто-то прилетел. Они сейчас находятся в обсервации. А где именно они находятся? В инфекционной больнице? Изначально, когда мы начали принимать меры, и изолировали, это около более 100 человек мы изолировали. На сегодняшний день, после 14 дней, мы же потихоньку их выписываем, после отрицательного результата. И на сегодняшний день их осталось 303 человека, действительно. Но 1600 коек у нас зарезервировано. В инфекционной больнице? Да, не только инфекционной, это во всех регионах, на пунктах пересечения границы, МЧС хорошую помощь оказывает, начиная с палатки, специальные здания и так далее. Это 1600 коек зарезервировано. То есть это говорит о том, что мы подготовлены, и есть соответствующая готовность. Некоторые вопросы задают. А куда вы положите, если массово будет поступать? То есть сегодня 300 занятых коек, где-то 1300 коек еще зарезервировано у нас. И вот по поводу коек, вы говорите, что у нас зарезервированы койки, есть места, пока что все под контролем. Чем отличаются вот эти палаты от обычных палаток, в которых лежат другие пациенты? Ничем? Я считаю, что ничем, только вопрос об изоляции идет. Вот, например, 10 человек, в одном моменте прилетели, мы 10 человек их в один корпус размещаем, соответствующие, конечно, там я скажу, что это не курорт, это не пятизвездочный отель, но минимальные условия, трехразовое питание, чистая постельная принадлежность, и самое главное, чтобы тепло было. Мы всем объясняем. Ну, не все, некоторым это не нравится, потому что люди в роскошных условиях, когда если жил, отец, соответствующий, мы уже бизнесмен, конечно, им это не нравится. Но, несмотря на это, у нас условия жесткие. То есть, каждый человек, вне зависимости, он прилетел с семьей, либо сам по себе, он лежит в отдельной палате. То есть, не так, чтобы там 4-5 коек в одной... Если 3 человека прилетели, он отдельно изолирован от других, 3-3 отдельно. Если даже одна семья, муж, жена, ребенок, то они тоже отдельно. Береметка Касымбековна, мне известно, что Вы много знаете про коронавирус. У Вас большая база данных именно об этом типе вируса. Скажите, пожалуйста, этот коронавирус, чем отличается этот тип пневмонии от других, коротко. И кто попадает в первую очередь в группу риска? Ну, не сказать, что у меня большая база данных. Скорее всего, у меня много коммуникаций в медицинской среде, профессиональной. Но не только в стране, но и в международной среде. И действительно, буквально можно сказать, что огромное количество информации льется про коронавирус. Она может быть ошибочной, она может быть достоверной. Ну, разного качества информации. На сегодня нужно, конечно, иметь в виду, что нужно искать хорошие источники. То есть достоверные, качественные источники, чтобы люди доверяли и профессионалы знали, что делать. На самом деле, коронавирус известен давно. Относится он к острым респираторным вирусным инфекциям. Аденовирус, риновирус, коронавирус, вирус парагриппа, вирус гриппа. И на самом деле, они все относятся к простудным заболеваниям. Речь о данном уханьском коронавирусе, потому что он прямо от животного вышел в человеческую среду, и люди стали заражаться. Действительно, на сегодня коронавирус уханьский, дикий, можно сказать, он себя ведет непрогнозируемо. То есть, никто не предполагал масштабов распространения, никто не предполагал, как поведет себя вирус. На сегодня он ведет себя достаточно прогнозируемо. То есть, большинство зараженных, ну, население заражено в странах с большим потоком людей, и там, где, ну, как бы, не были, не насторожены были, что коронавирус так быстро распространится. Были беспрецедентные меры приняты Китаем по изоляции, и здесь меня, например, нисколько беспокоит коронавирус, поскольку он достаточно хорошо изучен, и меня не беспокоит медицинская среда. Медицинская среда встретит вирусную пневмонию, симптомы и меры медицинского характера, они известны, и за медработников я не переживаю. Меня больше беспокоит вот массовая истерия, паника, и не, как бы, необоснованные, возможно, действия, вмешательства массового характера. То есть, здесь нужно очень аккуратно, очень чувствительно подходить к потребностям населения, снабжать, вот как вот массовая истерия идет, и вот отпор это массовая пропаганда личной гигиены и личной безопасности. И, конечно, вот вы спросили, какие группы риска, на самом деле вирус ведет себя очень понятным образом. Он, можно сказать, нападает на людей с ослабленным иммунитетом. И вообще известно, что простуда возникает у тех людей, которые устали, уставшие, которые в стрессе, то есть, они нервничают или понервничали, что-то было накануне, они не выспавшиеся и голодные. То есть, вот среди обычного трудоспособного населения это вот эти факторы. А среди других слоев населения, конечно, под ударом это пожилые, это беременные женщины в разгар сезона, это дети. И статистика на сегодня показывает, что многие заражаются, большая часть выздоравливает, некий процент попадает в больницу, госпитализируется, госпитализируется, и только очень малый процент, вот на сегодня это 2-4 процента, это вот летальность среди заболевших. И большей частью это лица старшего возраста, так скажем, да. и тут есть еще такие детали, что молодежь заражается редко, и детей вирус обходит стороной. Пока так. Благодарю, Айбелот. Насколько я знаю, у вас есть какая-то важная информация из первых источников, может быть, вы поделитесь с нами? Большое спасибо пятому каналу, я думаю, очень своевременно вы объявили этот эфир и проводите его, потому что, как уже было сказано до этого, действительно, сегодня нужно давать информацию людям о том, что предпринимается государством для того, чтобы предотвратить распространение этой болезни. Как уже здесь было сказано, буквально позавчера Всемирная организация здравоохранения объявила эту инфекцию, этот вирус пандемией, до этого мы знаем, что был свиной гриб, птичий гриб, до этого в начале века была испанка, когда очень много людей погибло, и если сравнить с поведением тех болезней, то коронавирус ведет себя очень активно, и темп его распространения по миру значительно опережает то, что было до этого, и возможно, поэтому даже есть такие экспертные мнения, что пандемию объявили очень поздно, надо было это сделать еще неделю раньше. Мы находимся с вами в центрально-азиатском регионе, и слава богу, пока наш регион эта болезнь буквально три часа назад еще его не было. Как вы уже сказали, два часа назад в Казахстане выявили первых двух граждан Казахстана, которые приехали из Германии, и у них обнаружили положительный результат на коронавирус. И то, что до этого было сказано, конечно, нужно относиться очень трезво, без эмоций, но в тот же момент, если мы будем просто молчать и сидеть, улыбаться друг к другу и говорить, что у нас все хорошо, это неправильно. Вот наши врачи, министерство здравоохранения, мне кажется, сегодня нужно проводить каждые два часа какой-то информационный брифинг, в которых рассказывать о том, что предпринимается нашими властями, государством, для того, чтобы эта болезнь не проникла. И, естественно, когда этой информации нет, начинают распространяться различные слухи, интернет сегодня в помощь этому, мессенджеры, фейсбук, и мы видим, как люди начинают поддаваться каким-то неправильным настроениям. В тот же момент я сам учился в Китае, вернулся оттуда два года назад, когда этой болезни еще не было, и у меня остались друзья в Китае, здесь, конечно, есть граждане Китая, которые здесь уже проживают довольно-таки долгое время, у которых есть более доступная информация на китайском языке о том, что происходило в Китае. Так вот, эти товарищи очень сильно беспокоятся за наше Министерство здравоохранения, потому что, если сравнить уровень обеспечения Китая, конечно, вот здесь уже Агай сказал, что там уровень намного выше. Являясь второй экономикой, они обладают достаточными ресурсами, силами. Например, в Ухань было отправлено 150 тысяч врачей для того, чтобы предотвратить эту болезнь. И сегодня, например, Италия, которая является лидером в мире сегодня по распространению коронавируса, в Европе считается одной из самых ведущих Министерств здравоохранения. То есть, система обеспечения здравоохранения в Италии является наиболее, как бы, на высоком уровне. И тот темп, который там распространяется, эта болезнь, она должна вызывать определенную, как бы, такую прогнозируемую, такую обоснованную тревогу, насколько мы готовы сегодня. Буквально неделю назад я сам побывал в Нур-Султане, через Алмату мы летели, в Алма-Ате, кстати, нас, когда мы остановили свой самолет, к нам прям на борт в самолет зашли люди в эпикировке, с этими термометрами, измеряли температуру, вот с этим специальным устройством. Когда мы прилетели в Кыргызстан, в самолет никто не зашел, нас встретили уже на пороге. И то это было такое очень, я не скажу, что это было очень серьезное отношение, это просто стоял человек, мерил температуру, и даже если у тебя есть температура, не факт, что тебя правильно проверят. Поэтому, я думаю, сегодня нужно усиливать контроль, и об этом мои китайские коллеги мне буквально просто, мне всю дорогу, пока я сюда ехал, они мне уши просто разорвали, сказали, что Кыргызстан должен сегодня серьезно отнестись к этой болезни, нужно готовиться к нему. В Китае объявили это просто войной, они объявили коронавирус врагом номер один, и военные боролись, если там посмотреть на эту ситуацию, а мы с вами имеем общую границу с Китаем. Благодарю. Айбулот Тулев Байдалевич, вот что касается информации про двоих зараженных в Казахстане, которые прилетели из Германии, данную ситуацию можно сказать спрогнозировал главный санитарный врач Казахстана, который сказал, что примерно с 11 по 16 марта мы все-таки наконец-то ждем коронавирус у нас в Казахстане. У нас есть такие люди, которые могут такой прогноз посмотреть? Я не могу комментировать мою коллегу с соседней страны, это некорректно, правильно или неправильно сказал. Ни в одном мире государство ни один не может гарантировать, что их страна будет или не будет. это неправильно. Другой вопрос, мы должны, вот как сказали, иметь повышенную готовность на случай возникновения или же точнее всего не пропустить. Ведь коронавирус это не человек, который заранее покупает билет и говорит я приеду в Кыргызстан через три дня, правильно? поэтому мы должны на уровне уже границы иметь хорошую подготовленность, чем мы и занимаемся. Как вы считаете, это совпадение или все-таки действительно сработали хорошо службы какие-то определенные, Минздрав, хорошо все настолько сработали, они настолько спрогнозировали либо совпадение? Возможно, это и совпадение, правильно. Здесь другой вопрос, мы должны сейчас, тем более, когда объявили пандемию, мы должны иметь высокую подготовленность, мы чем и занимаемся. Со стороны критиковать и говорить очень легко, а когда работаешь с этим, в данном случае никто никого не критикует, конечно же. Да, и критика тоже нам помогает, чтобы быть собранным, чтобы не спать в данной ситуации. И действительно, в настоящее время наши в 22 санитарных карантинных пунктах 100% везде по нескольку тепловизоров имеется. Значения не имеет ты в воздушном судне проверил или же при входе до пограничников первые наши стоят, там тепловизоры тоже проверяют. Но в настоящее время действительно мы начали уже проверять непосредственно в воздушном судне. Вот сегодня стало известно, что вице-спикер Аида Космолеева и депутат Джорг Кокинеш Абдебек Дюшалиев помещены на домашний карантин. После рабочей поездки в Берлин об этом сообщила сама вице-спикер. Кыргызстанская делегация отправилась в Германию по приглашению немецкого парламента. Минувшей ночью она вернулась в Бишкек посланным вице-спикерам по прибытии проверку проводили и в самолете и в аэропорту. У нас вообще все чиновники сейчас пребывающие таких я думаю много которые сейчас если например о том что все не все но скажем так большая часть командировок премьер-министр запретил они и этот запрет он распространился по СМИ сегодня то те которые улетели до этого запрета тем более депутаты Джоргу Кенеша которые которые не подотчет на правительство они конечно же летают сейчас много думаю кто отсутствует из членов кабинета министров тоже много кто отсутствует из рядовых каких-то сотрудников всех ложат на карантин и кого ложат на карантин в обязательном порядке а кто-то отправлен на домашний карантин значит если люди прилетели из неблагополучных стран скажем вот в неблагополучных странах первые категории это Китайская народная республика Южная Корея Италия Иран Франция Германия Испания мы всех на карантин ложим Германия когда в этот список попала это Германия буквально на днях вчера попала вот это но они не успели вот Германия прилетели после того прилетели как этот вошел список но несмотря на это у всех вот 9 человек из аппарата Дюркенеша прилетели мы всех взяли мазок на анализ сейчас мне сообщили что все результаты отрицательные все нормальные значит все абсолютно здоровые люди и конечно 14-дневное наблюдение под домашним как грубо говоря арестом они никуда не должны выходить ни с кем общаться и так далее это регулярно это регулярно медицинские работники посещают на дом это в алгоритмах записано посещают я заранее скажу что никому мы спуск не делаем прилетают депутаты министры высокие члены дипломаты никому спуск мы не делаем тем более дети больших чиновников прилетают никому спуск мы не делаем соответствую алгоритмам если неблагопрочный странный прилетел то мы их ложим стационарно 14 дней что касается вот как Айболу сказал насчет того что Италия Франция Китай это вторая экономика США они просто на сегодняшний день почти не могут просто справиться с эпидемией с этой пандемией справиться они не могут каковы шансы у Кыргызстана если джин выпущен из Купщины его очень тяжело поймать видимо там был джин выпущен из этого она нашлась быстрое распространение и тяжело остановить Китай почему Китай спад идет сегодня серьезный спад сглаживание всех ситуаций это хорошо потому что они начали принимать беспрецедентные меры ну вплоть до расстрела да скажем целые села целые города окружены вооруженными силами никого не выпускали никого значит не пускали сегодня мы говорим что до этих ситуаций мы не должны своей страны довести в первую очередь должна помогать нам не только здравоохранение или отдельная служба работает в этом направлении первый помощник это само население сами люди нашей страны то есть помогать должны то есть чаще мыть руки проветрить помещение избегать места массового скопления к сожалению многие же игнорируют вот сегодня вышло значит сначала мы две недели там назад мы издали значит рекомендации всем что да места массового скопления не было значит желательно запретить форумы семинары совещания спортивные мероприятия и так далее но в связи с тем что эффективность не столько была как мы желали вышло постановление правительства о запрещении всех мероприятий привлечения массовых людей буквально у меня было в том числе это духовное управление мусульман касается там если пятничный намаз если на свадьбу собирает там 500 до 500 человек а там по несколько тысяч до 5 тысяч человек собирают пятничный намаз и мы у меня была встреча с духовным управлением мусульман руководством но конечно они не хотели это один из поводов того что мы проведем санитарно-просветительную работу в пятницу но джума намаз можно и прочитать и провести мероприятие и дома как говорится мы им объяснили чем это грозит эти мероприятия они да действительно поняли что это они поняли но все-таки сейчас все равно идет массовое скопление в мечетях буквально сегодня я тому свидетель что касается масок я бы хотела спросить обычные медицинские маски они могут спасти человека медицинские маски должны носить больные люди больные здоровые просто сейчас излишне вот это вот вермят портавасова она сильный эксперт я считаю в этих вопросах она очень хорошо понимает эти вопросы больные люди должны носить а здоровые излишне просто истерия и они начинают искать маски сегодня с масками напряженная ситуация действительно для населения во всех организациях здравоохранения маски достаточном количестве они обеспечены другой вопрос с населением в частности этот вопрос тоже решается значит специальное оборудование один бизнесмен наладил эту ситуацию и начал сейчас в массовом порядке выпускать маски час за час она намерена выпускать маски производить до нескольких тысяч масок за час это за сутки прилично поэтому сейчас на днях поменяется ситуация я думаю с масками международные организации тоже помогают в этом вопросе вчера от Юсаида мы получили маски сейчас уже Китай намерен помогать то есть в связи с тем со стабилизацией они уже дали знать нам что мы намерены помогать если какие проблемы есть эти маски как они будут раздаваться бесплатно эти эти разки через аптеки через аптеки да конечно продаваться людям сейчас не важно сколько она стоит а в самом деле если масок нет то кто сейчас повысил цены на маски если маски раньше стоили скажем от 5 до 10 суммов то сейчас они стоят 20 и выше если мы найдем конечно в связи с тем что многие страны начали защищать каждую свою страну в том числе мы тоже такое поставили вывести о том что выводить за пределы страны запрет и точно так же перестал поступать нам медицинские маски и в связи с этим она начала дорожать буквально сегодня стало известно что гражданин Кыргызстана пытался провести около 100 тысяч медицинских масок в Казахстан он конечно же задержан ничего святого я бы даже сказала закрыть школы на карантин усилить приграничные пункты продлить карантин для приезжающих на заседании Чеорг Кукиниша парламентарии вчера подняли главный вопрос пандемии коронавируса депутаты недовольны проводимой работой правительства и называют ее неэффективной с какими инициативами выступили народные избранники в сюжете Агирим Расбековой парламентарии призвали правительство усилить меры по недопущению распространения ковид-19 в Кыргызстане депутат Азабек Икрамов поднял вопрос объявленной ВОЗ пандемии коронавируса по мнению народного избранника необходимо закрыть на месяц все школы и университеты Говорят, что вирус не распространяется когда на улице плюс 25 градусов тепла Я думаю, что нужно на месяц все общеобразовательные учреждения закрыть с 15 марта по 15 апреля Чтобы дети не отстали от программы обучения учебу можно продлить до июня В связи с угрозой коронавируса депутат Куанычбек Джумалиев предложил усилить контроль на границах и тщательно проверять пребывающих граждан при необходимости увеличить продолжительность карантина Нужно тщательнее проверять тех людей кто прибыл из государств где болезнь распространена Правительство и Минздрав должны сделать все чтобы не допустить распространение коронавируса в Кыргызстане Пусть карантин будет не 14 а 20 дней Депутат Исхак Перматов выразил недовольство неэффективной работой правительства по борьбе с коронавирусом Ни премьер-министр ни соответствующий вице-премьер до сих пор не дали полной официальной информации о проводимых мерах заявил народный избранник Мы отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия Минздрав вынес рекомендации об опасности скопления людей больше ста человек Это что, показуха? Правительство Вы какие-то выводы делаете? В Кыргызстан заезжают из Кореи и Китая Этих людей проверяют тепловизором Это единственный наш метод Все это неэффективно Сегодня Минздрав, Минэкономики представители ВОЗ сначала созвали срочную пресс-конференцию по пандемии коронавируса Потом ее неожиданно отменили без объяснения причин Позже стало известно, что встреча со СМИ была перенесена из-за необходимости оперативной работы на местах и заседания штаба Как мы говорили ранее, Аида Космалиева вице-спикер была отправлена на домашний карантин вместе с другими членами делегации, которые были в Германии и сейчас с нами на связи Аида Космалиева Добрый вечер Аида Комчебековна Вы нас слышите? Да, слышу Добрый вечер всем Как Вы себя чувствуете? Я чувствую себя замечательно Сейчас настроение еще больше улучшилось так как нашли результаты анализов что вируса нет результат отрицательный у всех членов делегации Почему поездка ранее не была отменена? Извините, не слышно Сейчас Вы нас слышите? Аида Комчебековна Почему ранее поездка не была отменена? Вопрос Но, в принципе, я поняла конец вопроса Почему поездка была не отменена? Потому что она планировалась три года И на момент выезда мы консультировались со всеми Я хотела, конечно, отменить Но там были встречи высокого уровня и мы не хотели срывать эту встречу по приглашению Бундестага И когда мы приехали через два дня уже в Берлине ситуация резко ухудшилась И мы сразу же вылетели обратно Я так понимаю на следующей неделе Вы все еще будете на карантине и выступить на заседании Диорка Кенеша Вы не сможете Но все-таки удаленно Вы же можете дать какие-то рекомендации к штабу, правительству или к коллегам по цеху? Да, я собираюсь планировать работать из дома насколько это возможно Я просто расскажу тот алгоритм Тот алгоритм который сейчас с чем я столкнулась на границе нас проверили два раза Первый раз это внутри самолета тепловизорами Во второй раз уже брали анализ это из полости носа анализ сразу же вышел врачей я хотела поблагодарить врачей они очень тщательно заполняют анкеты и сегодня тоже например посещение местного врача все вот эти предписания которые говорит им штаб есть указания штаба они строго выполняют я думаю что мы только на этом и держимся на тщательной проверке но конечно его надо усилять усилять потому что например если человек на границе он если скроет если он был в шенгенской зоне например мы прилетели через Стамбул получается любой человек может скрыть что он бывал в Германии конечно у нас говорится что есть штраф но пока этого человека определяют пока не дай бог вирус распространится это будет очень поздно поэтому надо усилять еще тщательнее и я еще поняла что в штабе работают но информация очень долго доходит до людей например я сама звонила в лабораторию и узнав свой результат например на фейсбуке написала вот такие очень простые базовые вещи нужно делать очень быстро у людей если нет информации то быстро начинается паника что ожидаемо и нужно постоянно каждый час обновлять информацию и все недоступными то есть того брифинга брифинга который раз два дня делается или штаб дает пресс-релиз он конечно недостаточный надо целая команда должна сидеть работать соцсетями очень много вопросов ко мне нужно эти вопросы конечно со специалистами снимать эти вопросы очень много недостоверной информации вы сами знаете скажите пожалуйста вы от своих членов своей семьи как-то изолировались и вы предприняли какие-то профилактические меры возможно выпили какие-то противовирусные средства я совсем решила изолировать потому что в предписаниях что такое домашний карантин там написано либо это должна быть отдельная комната и только один здоровый человек который через дверь может продукты привозить но мои члены семьи до моего визита в смысле до моего приезда уже выехали дома сейчас я одна в квартире то есть ни с кем контактов не было расскажите пожалуйста последний вопрос больше мы вас томить не будем что вам сейчас можно а чего нельзя согласно алгоритму действий чтобы мы поняли как выглядит что делает человек на карантине речь идет о контакте то есть нельзя категорически нельзя выходить на улицу нельзя чтобы общаться с людьми но если выходишь даже из комнаты надо выходить в маске отдельное полотенце дома не должны быть люди пожилые люди и дети до 5 лет беременные не должны быть это тоже строго и врачи каждый день должны приходить вот завтра уже они сами позвонили по месту жительства и завтра проверят спасибо Аида Камчебековна мы рады видеть вас в хорошем расположении духа удачи вам и надеюсь скорым временем мы вас увидим скажите пожалуйста Бермет Касымбековна здесь такой вот вопрос вот по поводу профилактических мер все-таки что может предпринять человек чтобы возможно хоть как-то себя оградить от заболевания возможно в течение какого-то времени пропить какие-то антивирусные средства возможно какой-то существует какая-то прививка существует не существует я вам сразу скажу это очень большие мифы и очень устойчивые стереотипы что есть какие-то некие противовирусные или какие-то эффективные профилактические меры против вируса нет только здоровый выспавшийся сытый организм и чистые руки все других мер нет все вот эти басни пустышки недоказанные средства это только деньги на ветер деньги на ветер я сразу хотела скомментировать сейчас очень интересная дискуссия идет и я естественно хотела бы сапонировать сразу Айболу который сказал что правительство должны там не допустить проникновения вируса в страну но это утопия вирус у вас и не спросит возможно вирус уже есть в стране и просто он не проявил себя как уханьский коронавирус он был всегда как и микобактерия туберкулеза и как другие вирусы это всегда в присутствии если сейчас вот с пандемией да сейчас уже известно что в более чем 100 стран уже вирус вошел то есть это не зависит от Минздрава или от президента или от правительства страны зайдет он или не зайдет это вирус он меньше 5 микрон никаким тепловизором вы его не увидите ни под каким микроскопом ни какими там под Калашникова там расстрел вот эти слова вообще прекратите употреблять вот эти слова жесткие меры нет тут нужно просто не терять голову мыть руки все время потому что вирус распространяется через слизь и слюну которую выделяет зараженный человек и это при разговоре при чихании эта слизь и слюна взлетает в воздух и оседает на предметах которые чаще всего трогаются руками это и лицо ключи сотка поверхности поручни перила все что угодно и вот именно потому что это можно даже ну ради эксперимента проверить что есть аппараты которые показывают чистоту рук например да вот ты помыл руки все вот грязь сошла сразу распространение вируса резко упало например да и вот Тулин Байзадалиевич сказал мы жестко их там держим 14 дней здоровых людей да они держат 14 дней но кто кто сказал что их надо держать в голоде потому что они едят не пятизвездочный отель им нужно минимальные базовые по рецепту госстандарту есть пищевой стандарт приготовления еды пусть он будет если выдерживают этот стандарт вот буквально как в школах как в детских садах советские рецепты до сих пор еды замечательные но чтобы не ниже этого было это не перловка и гречка на воде три раза в день то есть обрекая людей на голод и то что они там ничего не ели да они у вас там вперед заболеют не от короны так и от других риновирусов ну и в холоде а люди же жаловались и сейчас у меня обращение было бы ну такие ожидания от правительства можно сказать да чтобы они мобилизовали другие ведомства в помощь Минздраву потому что огромные у нас системы службы да государственные где большое скопление людей например это воинские части это закрытые учреждения все вирус боится открытого пространства и солнца и солнца но вирус благоприятно себя чувствует в закрытых помещениях с большим скоплением людей и поэтому несмотря на великую готовность несмотря на то что Франция и Италия имеют лучшие системы здравоохранения в мире оказания медпомощи посмотрите какие потери или какой всплеск заражения это только количество людей на единицу площади это метро это вот большие-большие потоки людей у нас например вы все знаете да вот кто побывал в Москве или в другом мегаполисе у них темп жизни бешеный просто тысячи лиц проходят вот так потоками на километр площади за сутки пройдет миллион может быть человек сотни тысяч а у нас в Кыргызстане за сутки пройдет на километр площади ну 10 ну может 20 поэтому вы соизмеряйте какая у нас страна и какой поток там людей и вот чрезмерные меры в отношении здоровых людей тоже нет необходимости поэтому мне кажется что максимально нужно усилить медицинский персонал да средствами защиты потому что они носят обычные маски как у всех вот эти двух-трехслойные они не так эффективны более эффективные четырехслойные а для медиков которые в близком контакте с большим количеством людей в аэропортах им нужны респираторы это не дело вот мне уже прислали фотографии как в самолет заходят бедные наши медики в обычных масках нет берегите медиков и не надо их чрезмерно нагружать чтобы они каждый ходили к этим 300 человекам домой каждый день да вы что так вот Аидыка Смолива она здоровая уехала здоровая приехала есть 0-0-0 какой-то шанс что уханьский вирус например прицепился к депутату вице-спикеру Крыгизской республики ну так это не означает что целый отдельный медик сотрудник медицинский работник должен быть выделен чтобы каждый день ходить домой каждому там в карантине наоборот что сделали в Китае в Китае их самоизолировали то есть дома и дома все и ночью им так чтобы они не скапливались по одному они выходят и забирают свой пакетик с надписью ну минимальный там пакет еды чтобы они не не голодали не остались дома а так на самом деле Китай это копище можно сказать для вируса это просто благодатная среда когда миллионы сидят на километре площади в одной Ухань в городе Ухань больше 10 миллионов жителей это вдвое больше чем в нашей стране по всей территории видите на ограниченной площади города Ухань мегаполиса поэтому тут не нужно чрезмерных мер но с другой стороны вот это возмущение или вот это вот это требование вы там только посмейте пропустить вирус в Кыргызскую республику это знаете это не к Минздраву а к Минздраву действительно широкая пропаганда личной гигиены чистых рук и Минздрав мог бы воспользоваться ситуацией и буквально диктовать медицинские рекомендации всему всем госорганам то есть есть Министерство транспорта и коммуникации есть Министерство информационных технологий есть СМИ есть мечети есть ДУМК ГАМСУМО и так далее и так далее МВД оксин пожалуйста дайте рекомендации тем людям которые находятся в закрытых помещениях вот с ними труднее будет с ними будет сложнее вспомните вспышку кори воинской части когда военнослужащие в раз заболели вот этой одной инфекцией вспомните вспышки в больницах и корь и ВИЧ-спид когда через медицинские вмешательства потому что пациенты были зашел пациент и заразил 40 человек 200 человек распространилось по стране и так далее Толюбай Далиевич благодарю Бермет Касмбековна мы еще вернемся к этому вопросу конечно же вам есть что ответить? да действительно я полностью согласен с Берметом значит основная задача Министерства здравоохранения это вот несколько моментов хочу отметить это своевременное выявление своевременная диагностика своевременная госпитализация этого подозрительного больного и своевременное начатое лечение чем мы и занимаемся что касается вот она правильно отметила тепловизором не увидишь вирус тепловизором действительно вирус не увидишь но почему мы обращаем тепловизором на температуру тела любая инфекционная болезнь она отражается в виде температуры тела то есть повышается температура там кашель там чихание и вот первый самый признак это температура тела если повышается то мы сразу это считаем как подозрение подозрительное и начинаем соответственно алгоритмом действовать то есть берем анализы из носоглотки там изоляция и так далее и так далее пошло почему тепловизор вот Айбулот скажите пожалуйста у вас есть какие-то конкретные рекомендации к министерству здравоохранения к правительству в целом по борьбе с коронавирусом ну так как я выступаю здесь как гражданский активист те требования которые я заявлял я должен был заявить потому что действительно наше государство оно способно в какой-то мере предпринимать какие-то эффективные методы для того чтобы коронавирус в нашу страну не проник тогда зачем нам нужно это министерство которое говорит что мы просто выпустим джина из лампы и мы ничего с этим не сможем сделать не нужны нам такие специалисты нам нужны специалисты которые могут сказать что мы остановим коронавирус мы будем предпринимать все возможные шаги для того чтобы он на территорию Кыргызстана не проник и еще по поводу врачей врачи сегодня действительно напряжены очень сильно они сейчас находятся в огромной ответственности естественно все государство сегодня должно обратить внимание на министерство здравоохранения и по мере возможности оказать максимальную поддержку потому что если пусть Бог нас убережет и пусть вот эта тенденция которая сегодня есть будет продолжаться но как уже сказала вот идея до этого если это произойдет то последствия будут для нашей страны очень большие и мы все это прекрасно понимаем но я думаю что погода все-таки нас не подведет весна наступает и вот этот 25 градусов все-таки придет нашу страну и вот этот коронавирус пока нас Бог бережет и продолжит беречь но только уповать на Бога и надеяться что ничего не произойдет это неправильно нужно усиливать контроль нужно мыть руки почему мы не видим роликов давайте крутить ролики показывать как мыть руки что нужно делать для того чтобы коронавирус не проник что делать для того чтобы люди не заболели это возможно для этого не нужно много денег попросите наших креативных продакшн студии, они снимут эти ролики, если попросить правильно объяснить, для чего это, они сделают это, может быть, даже бесплатно. Почему мы этого не делаем? Почему мы просто говорим, мы ничего не можем, коронавирусом может проникнуть? Нет. Нужно делать какие-то определенные шаги для того, чтобы это не произошло. Правильно сказал депутат Перматов до этого в сюжете. Возможно, сейчас нужно даже на какой-то период отменить какие-то массовые мероприятия, в том числе и ТОИ, в том числе джума-намаз, потому что люди должны понимать, что на Бога уповай, но на себя тоже надо надеяться. Спасибо. Что скажете по поводу экономических показателей? Сейчас уже премьер-министр говорит о том, что экономика, конечно же, немного притормозилась и даже пошла на спад. Каким образом можно сдержать? Какие прогнозы, по-вашему? Ну, экономика, она взаимосвязана с этой болезнью, к сожалению. Падение цен на нефть, которое произошло, многие связывают с коронавирусом. И вот эта война, которая сегодня происходит между Саудитами и Российской Федерацией, кто даст цену ниже, она, естественно, обрушила мировую экономику. Цены на доллар, мы уже видим, это факт, это невозможно там манипулировать, играть. Цены поднимаются. Это, конечно, отразится в какой-то степени на нашу экономику. Но, как заявляет наш министр, вице-премьер-министр Асрандиев о том, что в нашей стране все это коррелируется. Как заявил до этого представитель Национального банка о том, что доллар не будет подниматься выше 73-х, будем надеяться, что наше государство будет продолжать вот в этом же темпе держать нашу экономику, и что вот эти большие последствия кризиса, который уже произошел, не сильно отразятся на нашей стране. Но в тот же момент, наверное, все-таки на простом уровне нам всем нужно максимально экономить свои деньги, не тратить их попусту, не тратить на какие-то ненужные вещи, и в какой-то степени все-таки на Бога надейся, но и на себя уповай, как говорится. Нужно держать себя, не поддаваться панике, не поддаваться каким-то настроениям, не читать все подряд, что пишут там в Фейсбуке, в интернете, в Инстаграме, стараться получать информацию от специалистов, от экспертов. В свою очередь, сами эксперты тоже должны не отсиживаться в кабинетах и объявлять там пресс-конференцию, а потом отменять это. Нет, они должны выступать максимально часто. И я рад, что здесь специалисты пришли и объясняют нам вот эту ситуацию. Почему этого не происходило раньше, я вот этим вопросом хочу задаться. И, наверное, сейчас надо работу проводить более оперативно, быстрее. Вот даже сама депутат сказала, что нет этой работы, не ведется работа. В социальные сети пишут, кто попал, разные комментарии, разные вещи, у людей паника. И просто там говорить о том, что ничего не происходит, тоже неправильно. Давайте информацию, журналисты поддержат, я думаю, во всей этой ситуации, и все будет у нас хорошо. Анатолий Байдалевич, данный вирус, данный вирус до конца не изучен, и поэтому, как она себя поведет, никто не знает. И они говорят о том, что с повышением температуры нельзя надеяться на повышение температуры. Это не как обычный грипп, сезонный, а это уже не знает, никто не знает, как себя поведет. Например, в Иране жаркая страна, там же идет увеличение. И я считаю, что нам тоже не стоит расслабляться, не стоит надеяться на погоду. Вот когда будет действительно стабилизация, будет идти, когда все это полностью на ноль спадет, и тогда мы скажем, да, действительно, я думаю, сейчас расслабляться не стоит. И сегодня я хотел бы, конечно, призвать гражданское активистов, Айболоту, таких активных людей, значит, больше вроде показывать, либо это в качестве просьбы, или не знаю, показывать то, что мы делаем, большую работу, а не только смотреть на негатив, да, недоработки есть где-то, но больше нужно, нам, министерство, вы правильно заметили, видимо, давайте министерству здравоохранения помогать всем сообща, я думаю, это будет здорово. А что вы называете помощью? Вот тот же среди... Не же сохранять негативную информацию, не паниковать, а как вы... фактически вот эти вот настроения людей и необоснованная паника тоже отрицательно воздействуют на все, не только на службу, на все население, как говорится. Спасибо, Анатолий Байдалиевич, Беремет Касымбековна, Айболот. Благодарю всех гостей за то, что пришли, дали такую расширенную информацию, конечно же, вопросов все же остается больше, все больше и больше с каждым днем, но все же, хоть какие-то ответы мы получили, спасибо, будем следить за развитием событий, за пределами Китая подтвердили более 47 тысяч случаев заболевания в 116 государствах, больше всего больных в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Германии. Всего на сегодня зафиксировали 128 343 случаи заражения коронавирусом. За сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 2208 человек. Число умерших достигло 4720, выздоровевших все-таки намного больше 68 324. И на сегодня все, мы следим за ситуацией, спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова